Привет, мои скауты, с вами Кьюбайт. Посмотрел четвертый эпизод секретного вторжения. На удивление, он мне понравился больше всех эпизодов, которые выходили до этого. Но, правда, разбора не будет, потому что разбирать там толком и нечего, там нет каких-то прям серьезных пасхалок. Отсылок мы обсудили все самое важное как раз в этом ролике. Приятного просмотра. Я увидел, какой бюджет у этого сериала свыше 200 миллионов долларов. У меня чуть не выпали просто все зубы, когда я это увидел. Я такой, что? 35 минут со всеми титрами, со всеми повтор, сейчас повтор 20 минут будет. Мы 5 минут серию посмотрим. Они на это, на 6 серий потратили 200 миллионов долларов. Не знаю, если вы смотрели другие сериалы, которые сняты там за бутерброд с колбасой и сыром, это если с сыром вообще повезет, если он еще там, ну нормальный сыр такой. И колбаса непросроченная. И они выглядят и смотрятся интереснее гораздо, чем вот это. Я такой, 200 миллионов, там даже 240. Ну там, понятно, пересъемки были, еще всякие штуки. Но я такой, что? Как вы это снимали вообще? Что? Куда? Там самый Лил Джексон, по-моему, в золоте сидел все это время. Да, там, лучше звоните столу, наверное, снят за копейки. За банку доширака. Уже такого руками перемолотал, то есть уже бушный прям доширак. И она сейчас реально живет. То есть если она сейчас оживает, то это, ну это просто... Ты зажрался. Может быть? Может я зажрался. Ну и если вам кажется, что это прям сверх круто снято, ну вряд ли. Ну здесь есть омоложение, да, довольно качественное. Скруллы частенько появляются, но... Ну она вкололась ей к стрессу. Как бы теория, которая в комментах писалась, это правда. Что? Что, ну? В комментах вот была эта теория, я точно видел, что кто-то писал это. Типа такое предположение. И было еще гораздо прикольнее, что якобы вот Гайя, ну она умирает действительно. То есть дочь Талоса умирает. Талос такой, что? Гравик, я тебя уничтожу. Все эти маленькие детишки. Но на самом деле потом в сериале появляется Эбигейл Бранд, которая работает в МИЧЕ. И это ее внешность взяла Гайя. И вот это был бы твист, понимаете? Бам! И Эмилия Кларк как бы возвращается в киновселенную совершенно в другой роли. Вот это было бы круто. Ну, ну в принципе... Ну, по-моему, тоже классно сделали, нет? 2012. Так. Мне интересно, как они покажут Фьюри из 2012. То есть, ну там в Мстителях прям такой поджарый. Ну, как бы не похож, но ладно. Ну, как бы, ну это Фьюри. На нем как будто фильтр, знаете, с Самсунга такой, типа вот этот фейсетюн. Битва за Нью-Йорк. Что? Посмотри, у него реальный фильтр, как на этот, такой фейсетюн, знаете, вот как маска. Вы видите, нет? У него такое лицо сглаженное прям. Завали. Вы не будете знать, что я сплю, пока я смотрю секретное вторжение. Это, видимо, когда случился щелчок или что? Или уже это наше время. Ну, получается, вы правы были. Кто говорил в конце прошлой серии на стриме, что это голос Роуди, вы правы. Хотя, звучало не похоже, реально. Я не верил. Ну, как бы, снимают шляпу перед вами. Вы красавцы. Президент Ритсон должен был узнать, что он был в Москве. Президент Ритсон не узнает, что солнце появится, если я сплю, я убил Фьюри. Хорошо? Нет, извините, извините. Я ДВТ-двенцов с фейсетюн. Да, это было как университета. Я, который сказал тебе, чтобы убить Фьюри. Ты можешь перевернуть кофе, для того, чтобы я не знаю. Роуди. Он был уничтожен, когда он вернулся из Блины. Он был уничтожен, который был уничтожен, который был уничтожен, который был уничтожен. Ну, довольно очевидно, что... Хотя, на мой взгляд, было бы круче, если бы он не был с Круллом. То есть, это бы придало персонажу какой-то новый такой шарм, что он вот такой стал очень сам по себе. Вопрос, когда заменили Роуди? Если они заменили его вот прямо, там, типа, знаете, перед событиями сериала, но это вообще... То есть, твист в мусорку выкинуть, такой твист вообще не нужен. Если они заменили, там, его, не знаю, во время гражданки, но это уже интереснее, ну... А что это меняет вообще? Вот если бы он начал себя вести вот так во время гражданки, и потом, спустя, там, пять лет бы стало, ну, в реальном нашем мире, стало известно, что он с Круллом, вот это было бы топ. Все такие, чё? Его бы убивают, этот, этот Скулл, прикиньте. Вот это, вот это класс. А так в сериале он там с Круллом не был, потом встал, его убили, и потом вышел обычный такой, типа, все же я живой, асгардцы просто приехали на землю, отстроили деревню, и сделали асгардом, а эти парятся. Ну, да. Ну, это асгард... А чё ты сделаешь им? Там валькирия такая, а чё... Вопросы какие-то? Сюпрайз, мезаприс. Сюпрайз, мезаприс. Как у него не вырвалось сейчас? Ну, как будто сейчас, типа, его тоже заменили. Я уже не понимаю, тут есть какой-то, ну, какая-то закруточка или нет? Нет, я раз за Самуэл Джексона. Мужчина заработал на пенсии миллионы долларов, просто поснимавшись вот так, походив круто. Я вообще за него счастлив. Мне больше всего обидно, что эта серия вроде как неплохая, а прошлое настолько было ни о чём, и, как бы, накал сериала так спадал, что теперь, как бы, и особого интереса нет. А серия-то реально неплохая. А как она тогда стареет, если оригинал уже умер? Жесть. Обман. Ну так и верь Скруллам. Ну вот сейчас было бы интересно, если бы умер Фьюри, а там Скрул. Вот так сделайте, пожалуйста. Хорошо, спасибо. Я не уверен, что это означает, что мы должны быть виноватом, или мы должны знать, что наши виноваты. Ну, они будут виноватом. Что-то среднее. Что бы ты любил меня, если бы я никогда не изменялся? Если бы я был мой настоящий. Фьюри, что за хрень? Можешь мне сказать, что ты делаешь здесь? С сюрпризом. Ну, есть, но есть нюанс. Есть нюанс. О, ну это чисто криминальное чтиво. Винсент, попробуй этот молочный коктейль. Или спрайт там, я не помню. Ну вот это, кстати, на самом деле для меня это пока лучшая серия. Без сарказма. Она реально прикольно сделала. Я имею в виду, что я имею в виду, как будто он поймал вайп. Он уже такой, на чиле. Ну, я не знаю. Но, но вот тут ты, кричите. Все у тебя есть, что дать мне вовремя об этом? Мне дать мне мне коп. ГТАК О話 с наставкой? ГВАРЬ Оф. Спасибо, и это вам. Вы и я знаем, что это гравик. ГОВОРЯТ НА КАНАЛ ИНОСТРА СЕРТУТ ВЕРНОЕ ДАЛИЯН ДОВЕРНОЕ esas слова? Наよдь, наше. На нём. но он уже палит себя потому что ну как бы о чем палец и тут уже дал понять что он понимает что он скрул то есть они оба знают правду нет смысла скрывать роде знает так он ему напрямую сейчас сказал типа ближе чем даже мы сейчас с тобой ну то есть он намекнул что он есть напротив его короче не скру то есть там вы чё я говорю я не ждал эту серию вообще ноль но эта серия прикольная то есть это хоть что-то такое и по диалогам такое не за динамичное возможно сейчас и экшена какого-то подвезут на 30 минут сделали прикольно походу сейчас убьют до этого президента акипинг оба то россиян здесь лена ну вот он сдал его все то есть типа они наверное хотят устранить президента чтобы его заменить ну я полагаю ну вот куда деньги все пошли вот они 200 миллионов вот сюда а а а а а а а а а но выглядит неплохо но такая странная сейчас была монтажка он стреляет вообще поют топку в кого стреляет они читают юрий куда-то стрельнул там упал просто улетел чел какой-то я есть грудь стал злым то происходит этой сцене вообще какая-то неразбериха почему гравика сидит у него экстремист то есть он вообще он все супер скрут еще в чем проблема я так понимаю твист этой серии быть в том что талас умрет стоп я не понимаю а вот если президент да вот его типа за закупорила в машине ну разве ни у кого нет доступа к машине но это странно а если ну вдруг вот такая ситуация как-то неправильно ой вернусь 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 родничок отдыхает отдыхать беши свежим воздухом библейская сцена какая-то да ну тут как то с накалом прям не дотянули по ощущению так и он уехал у них цель была президента что он убили убили талас таки ну ладно я уезжаю он супер скрул зачем он уехал я не понимаю типа у них была цель забрать президента типа устроить президента он такой а ну все в принципе нормально это гениально просто коббит смол а это где она видео дома где она была что такое ну никаких сцен естественно после титров нет очень короткая серия по ощущениям могу сказать что мне действительно она понравилась больше например предыдущей если сравнивать на мой вкус прям действительно такая динамичная серия неплохая вот 30 минут как будто для марвел это ну вот прям предел какой им нужен хронометраж потому что когда час они вроде как пытаются наоборот растянуть это размазать на час хотя это не всегда нужно сделали бы там не знаю 6 серий по 30 минут да не стало бы хуже все бы точно так же смотрели никто бы вот но прямо это действительно насыщенная такая динамичная серия прикольные диалоги мне понравилось как фьюри сроуди говорил то есть там было действительно смешно ну да очевидно вот этот слив был фейком о чем я говорил то есть если бы слив оправдался было бы как-то любопытнее с гайей я вообще не понимаю ну то есть это кому-то вообще это кого-то это волновало ну типа что она погибла этот персонаж появился мы ее видели в трех сериях сериала кто по ней мог переживать и для какой цели это сделали кому этот твист был нужен ну то есть не знаю мне кажется вообще не было никаких обсуждений что она умерла как это невозможно там в трейлерах показывали что она жива вы чё марвел как вы вообще ну вот я не понимаю вы делаете вот они делают сериал да я например делаю сериал у меня в третьей серии умирает персонаж я хочу типа сделать из этого какую-то интригу зачем я буду в трейлерах показывать что она в событиях там дальнейших например в каких-то и когда человек смотрит три серии он понимает так я видел трейлеры но вот этих сцентом типа раз два три их не было она там жива значит эти сцены типа из следующих серий она там жива в чем смысл тогда этого твиста ну он вообще теряется это как если бы в серии это в трейлере там острова проклятых сразу показали концовку или где еще там в интерстеллере показали хотя там прям нет не сказать что твист но все равно показали бы концовку в начале первого трейлера зачем это делать короче и вот этого не понял с гайи ни о чем ну говорю вот диалоги мне понравились то что сроу руди сделали с руди то что руди сделали скруллом но очень очень ожидаемо прям супер очевидно потому что либо и его как-то прям совсем уж чисто ради камера звали как соколи зимнюю солдате либо вот как здесь он часто появляется значит он какой-то важный персонаж тут про скруллов наверное он скрул но я бы хотел чтобы он не был скрулом если уж честно то есть он действительно в этом сериале был интересным пожалуй вот здесь идут по моему рейтингу лично это фьюри наверное талос и руди вот три интересных персонажа за которыми действительно было любопытно наблюдать и вот руди сделали злодеем ну хоть он все равно неплох актер но я имею ввиду что как персонаж он немножко теряется и интересно что там с настоящим руди когда его заменили но я уже во время серии говорил что если бы его заменили во время там гражданки или там мстителей 2 каких нибудь вот это был бы твист ну представляете мы просто смотрим и внезапно какой-то персонаж становится ну там но это не в этом сериале бы показали а чуть раньше то есть показали бы все бы это обсуждали а здесь ну как-то не знаю ну он в контексте сериала в конце он окажется найдут настоящего руди и все будет хорошо потому что у него будет сериал броневоина и очевидно там будет настоящий руди так что опять же какой-то накал страстей здесь тоже теряется ну вот да и все финальная сцена вроде неплохая видно что там бюджета ввалили на эту визуальную графику нам эти вертолеты подрисовали и так далее но она какая-то максимально нелогичная почему гравик прилетел и они все испугались хотя он супер скрул у него есть броневойный фильм я если искал сериал то ошибся да 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 броневойный фильм оговорился вот если он супер скрул у него есть экстремис во первых он может ну даже ладно если не взорваться ну хорошо он там выдержит несколько попаданий может пробежать быстро раскидать их как груд у него силы груд а у него еще сила этого кул апсидиана скорее всего была цель была не убить президента а дискредитировать русских ну я понимаю что это как бы такая скажем да ну давайте подумаем смотрите я например скрул ну вот мы скрулы да в чате мы скрулы мы хотим захватить страну нам нужно президента то есть лицо страны ты захватить чтобы ну например нам надо его устранить стать президентом и можем любые приказы от лица президента дальше ну уже исполнять они же могут убрать этого президента прямо сейчас какой-нибудь скрул сядет в машину также подвиснет или типа он вылезет такой давайте все уходим там как будто он подбит он сыграет роль президента что вот его на него сейчас напали все и как будто это тот же президент да у него не будет памяти но это чем потом решат уже да и в целом ну не так уж это мне кажется нужно там главное лицо то есть ну заметят что президент чуть-чуть изменился в какой-то риторике может быть в поведении но в целом главное что это тот же президент там видеозаписи свои посмотрит выступление и все тем более все равно все тексты пишут президентом сошел с ума ну его ну мне кажется это было логично ну и что что они дискредитировали как-то по итогу то в конце сериала все равно хэппиэн будет ну в общем не знаю просто странная сцена что он такой убил таласа и такой ну все я убегаю и убежал от фьюри он сейчас мог фьюри убить спокойно вообще никаких проблем не было он фьюри с пистолетом или и супер скрул напротив него и супер шутку ну ладно я побежал зачем зачем-то убежал он только что человека раздавил где он только же человека раздавил просто там гру то рукой своей где это было вот что ему мешало у него что энергия он овсянку не поел с утра почему он не мог сейчас это сделать с фьюри такая очень странственно могли бы как-то это переписать немножко по-другому сделать и как будто он не мог сейчас вот действительно устранить фьюри а тут они стоят вот так и все кулдаун да 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 подытожив могу сказать что сериал хоть и не прям разогнался то есть я вот перед этой серии ставил такой дайте ультиматум либо сериал взлетит либо сериал дальше продолжит как бы показывать вот то что он показывал он на мой вкус он это что-то среднее то есть там не прям какой-то был знаете саспенс и не прям какой-то сюжетный поворот который заставил бы меня просто не знаю упасть на колени извиняться с другой стороны там ну и не прям все плохо потому что говорю эта серия мне понравилась пожалуй больше всего за счет какой-то насыщенности динамики и диалоги смешные были ну как-то вот мне понравилось смотреть было было приятное ощущение то есть я именно вот этим руководствуюсь а ну хронометраж уже второй серии по 30 минут что не знаю печально не печально тут уж решайте сами но на две серии им хватило часа потом наверное уже такого не будет если там финальная серия наверное 40 минут будет за счет того что там какой-то какой-то бой будет в конце в целом по кадрам из тв спотов можно уже собрать примерный финал я этого делать сейчас не буду но скорее всего будет довольно стандартным просто команда фьюри против команды гравика стенка на стенку бам хорошие победили фьюри улетает в космос и начинается событие фильма марвел то есть при примерно так то есть там ничего ну и роуди конечно тоже будет нормально потому что у него есть свой фильм броневойны явно его будет вести но главным персонажем будет не скрул короче такие дела пишите что вы думаете в комментариях по поводу эпизода поддерживайте лайком подписывайтесь на канал чтобы новые ролики не пропускать не только по секретному вторжению всем пока